Здравствуйте, Елена Самуиловна. Очень приятно. Меня зовут Александра Тан. И я хотела бы попросить вас рассказать о вашем детстве, о вашей уникальной судьбе, о ее изломах. Как начиналось детство, где вы родились. Как вы помните начало войны, то есть как это все из чего-то светлого преломлялось, что-то совершенно другое, ужасное. И дальше как разворачивалась ваша жизнь, ваша уникальная судьба. Родилась я в Вологодской области. Отец у меня был технорук по льнозаводам. Он без конца менял место жительства, где строился новый льнозавод. Туда его переводили, и мы переезжали. А перед самой войной, в июне, мы все поехали в гости к родителям отца. На Украину, станция Зернова, поселок Середина, Будо. И там застала нас война. Отца сразу же взяли на фронт. И поскольку с июня месяца началась уже оккупация немецкая, немцы уже там были, то мы ни одного письма от него не получили, никакой вести. И он потом уже после войны получили известие, что пропал без вести. Мы остались жить в этом поселке, поскольку отец еврей, родители его евреи, их расстреляли почти у нас на глазах. А мама, я и брат еще был, мы стали прятаться, где только можно. Уходили в далекие села, в лес. Но нас спасла женщина, которая была старостой в этом поселке. Она работала на немцев и на партизан, поскольку у меня тетка в партизанах у Кавпака была, а Кавпак как раз в тех лесах вокруг свой отряд был с отрядом. И она не выдала нас, потому что это длилось, пока не появились полицаи. Полицаи были из местных, они всех и все знали, и поэтому еще страшнее стало, и скрываться стало труднее. А сколько вам было лет, когда началась война? Пяти не было. Почти как Мариша. А брату, он 39-го, двух не было. Вот мама с нами осталась. Теперь вот еще такой момент. Когда немцы стали наступать, вот в июне месяце, население не знало, что ждать и что делать. Мама посадила меня с братом на какую-то тележку. Армия отступает. Сзади население женщины с детьми. В это время пролетает самолет немецкий, простреливает. Часть лежит, все остальные, кто остался жив, двигаются дальше. Шли мы за этой армией отступающей. Сколько можно идти, куда идти. Стали между собой советоваться. Там было какое-то село. И некоторые женщины с детьми отделились и пошли в это село. Может, там удастся жить или спрятаться. И когда мы пришли, у всех были огромные глаза, потому что мы каким-то образом прошли по минному полю. По минному полю. Чудо просто уже проведение. Судьба или что. И там набилась целая хата. Это на Украине было. Целая хата набилась. И что я помню? Вот такие клубы и блохи. Вот такими прямо клубками блохи. Мы там переночевали. А что дальше делать? Женщины с детьми повернули обратно. Там все-таки хоть какой-то был дом или что-то. Огородишко было у родителей. Ну, и там нас начали прятать, поскольку еврейских детей уничтожали. Вот родители уже уничтожили дедушку с бабушкой. Мама русская у меня. И вот мы стали там жить как получится. А жить было не на что. Вот кто-то спрашивал, какие игрушки у нас были. Так у нас не было игрушек. Вообще никаких. Я хочу спросить, никаких, да? Каких, что ли? Нет, никаких. Никаких. Вот мы сами мастерили из тряпочек, из растений. Ну, не было игрушек, не было... Из травки, вот, например, кукол. Да, из травки. Да, вот я говорю из того, что было. Ну, вот. И вот так нас вот это староста не выдало. Ну, а когда... Волно, что и выдавали ведь, Людмила Самуиловна. И зачастую такие случаи были, насколько мне известно. Вот и Людмила Федоровна рассказывала, что и выдавали порой. И многие не знали даже, что вытворяют, и для чего там хватает евреев. И это же скрывалось, да, что их увозят и сжигают потом. Тогда еще неизвестно было в начале войны, да, это скрывалось в начале войны. Ну, мы просто очень боялись, потому что родители-то расстреляли дедушку с бабушкой почти на глазах. Мы ожидали такой же участи, поскольку видели, как обращаются. Ну, вот спасла вот эта Иварионовна Старостиха, которая работала и на немцев, и на партизан. А как она спасла, Людмила Самуиловна? Она переделала документы, и этого не получила. Вы знаете, она повесила на меня крестик и сказала, что я ее мать, крестная мама. Уникально совершенно, какая женщина. Да, ну вот, вот таким образом, но вообще все равно мы прятались, я говорила, в далекие села уходили. В леса, да. В леса уходили, под пол, поменяли место жительства не там, где жили родители, куда мы приехали, а совсем в другое. Люди помогали, вот чужие люди, допустим, да? Да, да. Ну, было всякое, наверное, кто-то помогал, а кто-то боялся и выдавал, наверное, тоже. Вы знаете, выдавали, вот когда из местных полицаи появились, из местных, вот тогда они стали все, они же подноготную все знали. Вот тогда стало совсем страшно. А расскажите, Людмила Сумиловна, какие вот зверства увидели от полицаев, тогда уже осмысляли? Конечно, сложно представить и ребенку, я представляю, насколько способна я читала в Минске на литературной конференции книжку «Умецкая память», когда поголовно просто сжигались, там, неважно, и мама там с ребенком, и старик, даже убегающий уже из дырящего сарая, то есть там не было пощады, вот что вы видели такого, ну, действительно, ужасного своими глазами? Ну, да, расстреляли, убивали, да, то есть там полица и полица и полица, да? Было, что один скрывался, то ли он, ну, в общем, он скрывался от всех, пытался скрыться, и полицаи обнаружили его, он убегал прямо на глазах, убивали, вот. Вот, потом мог прийти в дом этот полицай, что угодно сделать, взять, что угодно сказать, что угодно. В общем, они вели, как им нравилось, вот что им нравилось, то они и делали. Словно и не люди. Вот, между прочим, уже после войны осталась там жена этого полицаи самого главного, так помню фамилию, Дульская, он Дульский, она Дульская. Ну, вот, и настолько все к ней стали презрительно относиться, что вынуждена была уехать. А еще мне вспоминается такой случай. Еще, когда только начиналось вот окупаться, немцы только наступали, мы пошли на огород, чтобы собрать урожай. Женщина с ребенком. И вот летит самолет и строчит. Мы с мамой падаем, где там находимся, он пролетел, думаю, ну все, закончилось. Поднимаемся, идем, он разворачивается в обратную сторону, опять, то есть, за женщиной с ребенком охотился. Звери просто, просто звери. Вот. Самые настоящие. Расскажите, а вот как вы прятались под поле, ну, буквально, может быть, те ощущения, там, мысли о ребенке, это же пятилетний ребенок тогда, и пяти не было даже еще. Вы знаете, вот, не с того, сидим мы, допустим, дома, там, мать не выпускала нас на улицу, все время сидели дома. Вдруг стук в дверь, такой громкий, ну, и сразу почти это. А мне вот так, а? Не, это было грубо, а все было готово, чтобы спрятали. Значит, нас моментально в подполье, ну, сидим, это проверяют, кто есть в семье, кто тут живет, вот, сидим. Ну, что, темно, сыро. Иногда и долго приходилось наверху, да? А приходилось сидеть столько, сколько надо было. Пока уже точно мама скажет, что ушли, далеко там, не вернуться, а то бывало и вызвать. В период, когда, да, тот опасный момент, пересидеть, и потом уже, там, неважно, день, два, и потом уже вырезать, пусть там даже где-то голодно, и есть нечего, пересидеть. Ну, есть, это особая статья, что мы ели, даже трудно вспомнить, что мы ели. Практически, наверное, ничего это там, эти... Вокруг были колхозные поля, что-то было убрано, что-то не убрано. Когда была возможность, ходили, там, собирали хоть что-то, что осталось, вот. Ели всевозможную траву, соли не было. Уже потом, после войны, нам по крупинке соли мама выдавала, чтобы лизнуть и есть там что-то. Странно даже, наверное, да? То есть, потому что привыкают же без соли. Ну, вот без соли, да. А потом вот стала появляться соль, покупали стакан соли, наверное, на полгода. И давали, не солили, а давали, она крупная была, давали по одной этой кристаллику. Лизнёшь и спрячешь до следующего раза. Образительно. Ну, ели, я даже сейчас не могу сказать, всё подряд. Только, допустим, начинали яблоки зеленее. Вот это зелёные яблоки. Начинали там в траве калачики созревать, такая есть, эти калачики. Траву всякую варили, ну, уж не говоря о том, лебеда. Всегда была в виде супа приготовлена. В общем, как выкручивались, я не знаю, как мама нас двоих вырастила. Это такой подвиг вообще, мамочки, вот. Да, да, да ещё не всё. Всё, когда закончилась война, значит, поскольку отец пропал без вести, значит, не положена пенсия. А что началось? Не положено. А вдруг он в плен? Да. А вдруг он... А он не мог ничего сообщить, потому что два года, вот с июня месяца 41-го, по сентябрь 43-го была оккупация. А, ну, конечно, как он, да. Никто не знал, как что, да. То ли в плен попал, то ли что. А какие разговоры, Людмила Смиловна, были тогда вот насчёт вообще войны? Была ли надежда, всё-таки, что победа будет? Или у вас какие были вот впечатления насчёт этого? То есть верили или просто жили, чтобы спастись? Ну, я думаю, что ведь духа вот тоже помогала очень выживать. Стойкость, всё-таки вера в победу. Да, какие вот ваши чувства были насчёт всего этого очень сложно? У меня мама тоже учительница начальных классов. Она всегда нам говорила, потерпите. Вот единственное её слово, потерпите. Должно быть в конце концов, это страшное время должно закончиться. Да, а так только выжить. Вот только выжить. Да, нам неизвестно даже, что будет завтра, потому что вот ты находишься просто в кошмаре. Да, да. Что там будет дальше? Да. И когда, вы помните, вот такое уже наступило более-менее в просвет, это уже, наверное, в 43-м, может быть, 40-х? Вот в 43-м, да, действительно, в 43-м стали уходить. Я что ещё хочу сказать. У нас в нашем вот этой местности были не столько немцы, сколько мадьяры. Но они жёстче, чем немцы. Да, ещё фурш. Вот мадьяры, венгры, они были очень жестоки, для них ничего не составляло выстрелить, хоть ребёнок. Без размышлений, то есть вот так. Без всякого объяснения, очень жёсткие были. Ну и полицаи были страшные. Вот как можно, да, полицаи среди своих же, знать всех. Вот и свои. Каким надо было быть, чтобы пойти туда? Вы, наверное, некоторых знали. Так знали, я вот говорю о фамилии, знали. Вот этого особенно мы хорошо знали. Но уходили немцы, и они все ушли с ними. Никто. Никто не остался. Не остался. Но творили дело и сбежали, как последние. Ирина Анатольевна, расскажите, были ли какие-то светлые моменты среди немцев, если говорить так уже глобально, которые действительно, может быть, затронули вас, какое-то доброе, может быть, что-то, что сделали они, всё-таки по отношению к детям, к женщинам, к старикам. Почему вы были свидетели, если это было, конечно. Да, было. У меня брат от недоедания, от плохой еды, заболел токсической диспепсией. Лекарств не было никаких. Докторов тоже. Что делать? Мама его посадила на крылечко и говорит, ну, выживет. Так выживет. И вот он сидит, два года ему, сидит на крылечке. К нему подходит немец, даёт какое-то лекарство, благодаря которому он остался жив. И вот мы очень благодарны были. Я, конечно, не знаю, как его, ни имени, ни других координат, но он спас моего брата. Это вот было такое. Вот, и ещё мы сидели все в подвале, когда бомбили. И дети, и взрослые. И когда вылезали оттуда, один из немцев угощал нас конфетами. Я до сих пор помню эту белую круглую конфету, которыми он нас угощал. Вот такие приятные воспоминания. Такие действительно светлые моменты. Да. И Людмила Семеновна хотела ещё спросить, а когда вы почувствовали всё-таки, или поверили в победу уже? Какой год это был, какие ощущения? И когда всё плохое отступило и пошло бы всё-таки на какой-то хорошей волне? Мы долго все были под таким прессом, мы всё время боялись, не вернётся ли это опять. Вот в 43-м сентябре немцев прогнали. И вот с этого времени, ну, хотелось нам верить, хотя в душе ещё были сомнения. Ну, и потом, конечно, когда наступил День Победы, это было невероятное. Мы спали все, и вдруг какой-то шум, крик, непонятно что. Все выскочили, кто в чём был. Это была победа. Мы о ней среди ночи узнали о том, что... Уникальное вообще воспоминание. Вот, Маришечка, я чувствую, дочку, хочешь сказать насчёт победы. Расскажи, Маришечка, как наши дедушки поучаствовали в победе? Два умерла, вот. А один остался, а он их победил, всех фашистов. Молодец. Как хорошо, что действительно были те, кто сражались действительно за эту победу. И действительно, благодаря им в жизни теперь мы живём в мире, наши дети, наши внуки. Вот в завершении нашего прекрасного диалога, замечательной беседы, уникальной судьбы вашей, именно сынула, хотела бы спросить, что вы можете пожелать, может быть, будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам дорогим? Может быть, что-то против ненависти, против войн, такое напутствие, или, может быть, просьба, пожелания. Что бы вы сказали тем? Я начала свою работу со старшей пионерой вожатой. И уже тогда мы учили наших ребят и советскому отношению ко всему. Между прочим, я лично сама по тому времени скучаю, потому что мне казалось, что тогда как-то и расковыними мы были, и, ну, и с нами считали. Духовнее. Духовнее, да. Духовнее, с 81-го года рождения, я себе уже 3-х лет помню, с 85-го года. Я помню всё хорошо, мы пели военные песни в музыкальной школе, поэтому вот мне 40 лет, я прекрасно помню всех замечательных бабушек, которые рассказывали про войну, сидели вместе, такая дружная компания была. Георгий мой, Кимрых, он когда вернулся, настолько ласково, потрясающе они относились к детям. Джонс и Мусичка, Машечка. Собирались, рассказывала бабушка, у нас в семье было, пели песни. Это такое было счастье, такой мир, тепло, свет. Действительно, это были прекрасные ощущения, да, прекрасные. Мир в этой гармонии, это чувствовалось, люди поверили, что не будет больше этого зла, этой ненависти, откуда идут любые войны и любые самые ужасные насилия и прочее. Сейчас я вот так сама думаю, что это просто страшно представить, если будет какая-то глобальная война на фоне технического прогресса, просто может уничтожить всю нашу землю, вот как вы считаете, Людмила Самойловна, что такое ненависть, что такое халафонство по отношению, да. Это страшные все слова такие, как-то надо человечнее по жизни быть. Учиться, учиться на уроках всё-таки человечеству, людям, потому что самое главное, это ведь наша планета, жизнь, жизнь наших детей, не какие-то ресурсы, не завоевания, вот самое главное, чтобы мы сберегли это, и, может быть, своими жизнями, своими уроками, рассказами в том числе, сохранили эти осколки памяти и заставили задуматься наших потомков. Вы знаете, интересная вещь, у меня муж офицер, как и у меня. И после этого мы дважды были в Германии. Ничего себе, мой тоже там, кстати, служил. У меня и дети родились в Дрездене. И вот я ходила и смотрела эту церковь, откуда Паулюс был, это перед наступлением молился в церкви, это в Дрездене. Вот, и смотрела на этих немцев. И, между прочим, конечно, немцы тоже всякие. Те, у кого дети остались, те, у кого... Которые осознают все ошибки. Да, да. И настолько относятся к этому. С таким пониманием, вот, действительно, то есть не все, не все такие звери, потому что нельзя говорить в общем, что все такие были. Нет. Мне кажется, просто это такие ужасные изломы времени, может быть, но благодаря нашей, этой книге, нашим рассказам, вашей судьбе и вашему рассказу, спасибо большое, дорогая Илья Смылосова, вы нашли себе такую смелость, стойкость это рассказать. И такие, спасибо, вот, Асмаришечки, это такие ведь очень личные воспоминания. Вот, но это важно, чтобы действительно об этом помнили, потому что время идет, кто-то жив, что-то нет. Но, дай бог, может быть, это как-то повлияет. И такие книжки, чем больше будет их, тем лучше, мне кажется. Еще бы читали наши дети. Да, да, это тоже очень важный момент сейчас. Особенно в период такой вот, к сожалению, быстрая смена на интернет, технологии технических. Но я думаю, это никуда не уйдет. Невозможно представить недуховную Россию, нашу Россию. Читают-то теперь не книги, а читают. Да, электронные какие-то носители. Но ничего, мы, я думаю, все-таки книжки сохраним. И наш дух, вот у меня каждая книжка, она как ребенок. То есть, и у многих знакомых, таких тоже литераторов, прозаиков, писателей, у них просто вот даже в прихожей стоят огромные библиотеки, потому что невозможно расстаться с книгой. Это настолько бережно. Я когда переезжала, вот сетла с Ленинграда, я перевозила по 10 сумок огромных книг, дорогущих, по 2, по 3 тысяч, по 5. Вот мальчишка на них выросла, совершенно уникальный художник, и все. Но я не могу их не взять. Я говорю, как же, да, я пусть я там как-то буду с ужасными книжками, но не взять книжки, это кощунство. Спасибо вам за наш хаз. Очень мне понравился он. Очень красивый он. Интересный, да? Спасибо тебе, что ты так внимательно слушала. Умница. Спасибо. Спасибо большое за прекрасный...